КОНЕЦ Много-много-много лет прошло, с тех пор, как меня на этом месте встречал Юрий Васильевич Сверидов. Всегда встречал меня здесь и говорил, здрасте, Юрина Васильевна, моя гениальная, моя гениальная, какие новости, но только хорошие, только хорошие. Я приезжала сюда и проводила здесь много-много часов. А потом мы доходили до этой веранды вместе. Иногда я проходила здесь, когда была осень, я проходила здесь как цапля. Потому что здесь были все лужи, 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 лужи. Летом мы ходили, после чаепития на этой веранде, мы ходили вот в этот лес. А занимались мы вот здесь, где вот это окно. Здесь стоял рояль, и мы часами, часами, часами сидели у рояля. Если я что-то пыталась делать сама, по своему вкусу, по своему ощущению этой музыки, он начинал кричать, это не вы написали музыку, я сказала, теперь это не ваша музыка, вы уже написали. Теперь уже это наша музыка, теперь это я хозяйка, что хочу и дело. А он кричал, нет, я тебе не дам петь эту музыку. Я сказала, ну и пускай поют другие. А он кричал, нет, я хочу, чтобы пела ты. И, в общем, мы ругались здесь до потери сознания. Потом выходила Елизавета Густавна и нас обоих успокаивала, говорила, пойдемте, пойдемте пить чай с колбасыром. Когда мы занимались и готовились к концерту, я уже даже не помню, доходила ли я до своего дома обедать. По-моему, мы все время здесь и жили в этом доме. Он такой был требовательный человек, он так скрупулезно относился к своей музыке и добивался от меня именно той интонации, которую он хотел. У меня были такие с ним смешные случаи, когда, ну, такая была у него такое произведение, пели две подруги, две Маруси, четко улетали гуси, такая была песня. Ну, ничего такого особенного в этой песне не было. Но он так дрался за эту песню, чтобы я пела точно так, как он это слышит. И никакие уговоры не помогали. И я помню, что когда мы пели с ним эту песню в Большом зале филармонии в Ленинграде, на концерте он все равно остановился. Я так на него посмотрела в ужасе, что он продолжил, и была такая пауза, даже люди не все заметили, что что-то такое случилось. Потом он извинился передо мной, и все равно, вот до сих пор, я не знаю, что же он хотел от меня вот в этих двух Марусях. Что-то было не так. Продолжение следует... Я помню, была музыка, мы пели... Про Нижний... В Нижнем Новгороде с откоса чайки падают на песке, как он делал. Все девчонки гуляют без спроса и совсем помирают с тоски. И как пахло какой-то травой. И вот когда он пел это, я просто видела эти все картины. Можно было рисовать картину, этот откос в Нижнем Новгороде. И в Нижнем Новгороде жила Татьяна. Я говорю, а почему Татьяна? Я говорю, почему вы с такой любовью? Он говорит, ну так, между нами я расскажу. В Нижнем Новгороде у меня любовь, звали ее Татьяна. Для нее написал это. Ну, чтобы никто не знал. Ну, теперь уже можно, наверное. Пахнет липой сиренью и мятой, Невывалый слипит колорит. Парни ходят ко рту с помятой, Папироска в рту горит. Он очень-очень любил ходить в лесу. Тоже со своей палочкой. Он любил смотреть на птиц, слушать птиц. Он любил ходить со своей кошкой. Кошка у него была как собака. Эта кошка единственная, которая была допущена на стол к Сверидову. Вот около этого окошка стоял стол. К сожалению, его сейчас унесли. И на этом столе лежали ноты. Писал Сверидов ноты. И эта кошка лежала сверху, белая, пушистая. Как песец. Такая песцовая была кошка. Он ее нашел где-то, и она пришла за ним домой. Поэтому с ней не расставался после этого. И эта кошка, например, хвостом лежала на нотах. Тогда он поднимал, чтобы ее только не дотронуться до этой кошки, он поднимал тихонечко хвост и писал под хвостом у теноты. Я так смеялась и умирала. Я говорю, что вы граните эту кошку? Что вы, что вы, Лена Васильевна? Она приносит мне вдохновение. В нем было столько детского. И я понимаю сейчас, что все такие большие музыканты, они остаются детьми. Потому что как только мы перестаем быть детьми, мы перестаем ощущать вот эту жизнь. Перестаем удивляться этой жизнью. А если мы перестали удивляться этой жизнью, мы уже не можем быть музыкантами. Он очень всегда любил, когда я ему звонила из каких-то стран, когда я уезжала петь его музыку в другие страны, присылала ему свои программки. И он говорит, пойте, пойте Сверидова, везде пойте Сверидова. Это хорошая музыка, хорошая музыка. Обязательно надо петь Сверидова. Мы пели Сверидова, когда я возвращалась в какой-нибудь страны. Я говорю, обязательно пела. Ну и как, как публика? Я говорю, все кричали, кричали, орали. Я говорю, все понимают, что музыка гениальна. Да-да-да-да, музыка. Очень смешной был, я его любила, пожалуй. Мы здесь очень часто собирались. И не только композиторы. Но мы приезжали у нас здесь рядом, поселок Большого театра. И очень многие артисты приезжали к нему тоже. Приходил Юрочка Музырок, Царство Небесное, с Маечкой, со своей супругой. Ну вообще все собирались. И делали шашлыки у нас. Особенно любила делать шашлыки. Тамара Милашкина, кстати, была выдающаяся певица, выдающаяся. Приезжала очень часто к нам Касрашвили Маквала, которая до сих пор является украшением Большого театра. Я помню, когда мы ездили на гастроли в Париж с Большим театром. Мы сидели с ней, когда шел репетиционный период, мы сидели с ней в зале. И обе плакали, потому что нам так хотелось петь. Мы были молодые, мы были в голосе, мы были полны эмоций, желания работать. А мы не могли, потому что тогда все пела Лариса Авдеева. Она была жена Светланы Евгения Федоровича. И она пела весь репертуар, и он ее ставил везде. А мы были так, ПМК, помочь мешать кашу. Но я помню очень хорошо, когда мы приехали в Париж, и Архипова должна была петь первый спектакль Бориса Годуновой. И она задержалась в Швейцарии, она была на каком-то конкурсе и не успела приехать. И вот этот шанс, который выпал мне, я спела Бориса Годунова, и на следующий день была уже знаменитая. И потом сразу взял меня Юрок Соломон к себе. Очень жалею, что он умер так рано, потому что с ним бы я сделала гораздо раньше карьеру, которую я сделала уже позже без него. Я помню, когда я спела свой дебют. Эболи – это было 200 лет для скалов. Я так боялась, я стояла на коленках и молилась. И у меня все тряслось, все дрожало. И думаю, Господи, сделай так, чтобы я могла спеть. Когда я увидела сквозь дырочку в занавесы, горящие свечи, все в гирляндах рос, потрясающе с бриллиантами женщины сидели. Я увидела Дальмонака, я увидела Тибадзи, я увидела Семианата. Боже мой, что со мной было? У меня был просто припадок от страха. А я первый раз пела Дон Карло в своей жизни по-итальянски, итальянцам. В их праздник, праздник Верди, открытие сезона, я думала, я никогда не выйду на сцену. А потом, когда после песенки о Фате мне устроили овацию, я не знала, как себя вести. То ли мне кланяться, то ли мне делать вид, что я не замечаю эти овации, то ли мне быть в роли Эболи, то ли мне надо сказать спасибо публике. И это было бесконечно, эти аплодисменты были. Очень был смешной момент, мы все пошли в Совой, отель Совой, и там был громадный прием. И у меня, видно, от страха, у меня была такая спазма в желудке, но невозможно было дышать. И такая адская боль. А Женя Нестеренко мне сказал, рядом со мной сидел, сказал, Ленка, выпей стакан водки, и все пройдет. Я говорю, ты что, с ума сошел? Как это? Он говорит, ну давай, давай выпей. И налил мне стакан водки. Стакан, вот столько в стакане было. И я выпила. И правда, все прошло. А Абада сидел с другой стороны. А Абада говорит, ты что пьешь? Зачем ты воду пьешь? Я говорю, это водка. Не может быть. Понял, как, о, ноисти, русские женщины. Абада, это моя любовь, просто моя любовь. Это был человек, который работал со мной каждый день по 9 часов. И он так доводил наше взаимопонимание до такой степени, что когда я выходила на сцену, на спектакль, мы даже не обращали внимания друг на друга. Потому что я знала, что он сейчас делает, какой палец поднимет, что он сделает, что он хочет сделать чуть-чуть. Ачелеранда или наоборот, или он хочет деминуэнда, или он хочет вперед, или назад. Я все знала, потому что мы уже были одно единое целое. Мы вместе дышали, мы вместе пели, мы вместе дирижировали. Все было вместе. КОНЕЦ КОНЕЦ Тогда же в Ляскале мы пели и «Алмаскарад». Это было очень смешно, когда я пела. Значит, там моя бабка, колдунья, поет в первом акте, или в втором, я сейчас не помню. А потом мне сказали, обязательно ты должна остаться до конца спектакля. А мне ужасно хотелось посмотреть спектакль по телевидению. Я позвонила своему дружочку, говорю, знаешь что, я сейчас приеду, а к концу спектакля на такси приеду, обратно кланяться. Он говорит, правильно, правильно, я тебя жду, я тебя жду. Я остановила такси, села, этот дядька чуть не выронил руль, когда посмотрел, кто к нему сел. Я была страшная, с седыми волосами какие-то тряпки на мне висели. Я ему долго-долго рассказывала, что я из театра, рассказала, что я вот колдунья. Он хотел меня высадить от страха. Так я смеялась. А Герингей тогда ругался. Вот, конечно, разве сейчас эта опера, вот я помню, когда здесь был Тосканини, когда дирижировал Саббата, когда дирижировали вот великие дирижеры. Сейчас разве это музыка, разве это спектакля? Это болезнь всех поколений. Это вопрос отцов и детей. Потому что мы всегда ругаем новое, а потом это новое оказывается гораздо выше старого, которое было когда-то. Субтитры создавал DimaTorzok Журатин был самый любимый и очень талантливый был человек. Он очень был тонкий, может быть, даже он был самый тонкий музыкант. Он был рафинированный и хрупкий. И вместе с тем в нем была такая сдержанная мощь, какая-то внутренняя мощь. Он приезжал к нам на дачу, он приезжал к нам домой. Он жил одиноко, очень замкнутый. Он тогда разошелся со своей женой, которую очень любил. Она была красавица, балерина нашего театра. И он с ней разошелся, и он ушел от мира. И он жил одиноко, очень в своем Переделкино. И такой был худенький, такой весь какой-то, знаете, как орликин такой какой-то больной, раненый. Человек был раненый. Как-то вот все эти вот тонкие нити, которые нас с миром, они были порваны и испорчены. И потом был такой концерт, мы задумались с ним спеть оперетту. Я говорю, давай споем оперетту. Он так завелся, да-да-да-да, и я куда-то уезжала за границу. Приезжаю, он говорит, через три дня концерт. Я говорю, как концерт? Или через неделю, не помню. Я говорю, как концерт? Да, но ты же сказала, что ты споешь. Я говорю, Альгерс, это же надо учить. А там уже вся оперета почти на немецком языке, которого я не знаю. О, мама! Но если бы вы видели эти глаза, растерянные и убитые, то я подстерегила невинную птицу какую-то, которая хотела взлететь. Я сказала, я спою этот концерт. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот концерт меня повенчал с Альгесом. Я влюбилась тогда в Альгеса. Я вспоминала свои детские, такие были у меня мечты. Я видела фильм после войны, большой вальс. И это оперетты, это все детские мечты, это все вместе, звертелось, закружилось, и началась любовь. А потом я Альгеса вытащила из балета. Он все время только балетом дириживал. Я сказала, попробуй себя в опере. И он начал дирижировать оперу. Мы с ним сделали вместе постановку в Большом театре. Я как режиссер, он как дирижер. Бертера Масне. Потом, конечно, это незабываемая сельская честь, как он дирижировал. Сельскую честь потрясающе. И когда я не все спектакли ходила, потому что он часто дирижировал, и он всегда приходил домой и говорил, я всю музыку тебе дирижировала сегодня. Мне было так счастливо. Была большая любовь у меня. Это была одна из самых хороших моих партий, одна из самых удачных моих партий. Я счастлива вспомнить, что после того, как мы спели с Альгесом и Зурабом эту сантуцию, я поехала по всему миру петь сельскую честь в Маскане. И такой кульминацией всех моих выступлений в этой партии было выступление в театре «Аскала». Мы репетировали с Франко Зефирелли, которого я обожаю, абсолютно обожаю всю мою жизнь. И он решил снять фильм. И я должна была поехать в Сицилию, где мы снимали натурные съемки. Я помню, как я полночи падала с лестницы вниз кубарем, проклиная своего Туридду и желая ему плохой Пасхи. Видимо, Господь наказал сантуцию, она падала вот с этой лестницы. И я полночи падала, и вся Сицилия приехала смотреть на эти съемки. И все ахали-охали, потом опять я падала, опять кубарем летела вниз. Но самое обидное было, что этот эпизод не вошел в фильм «Зефирелли». Было ужасно обидно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Горячий воздух раскаленный, потрясающая церковь, потрясающая архитектура. И все вот это, как раскаленные камни, была раскаленная страсть такая очень открытая. Вот это незабываемое ощущение, потому что я все прожила по-настоящему. Все то, что я сняла в фильме, это все было по-настоящему прожито. Очень дружу с «Зефирелли», обожаю этого человека. Он сам все сделал сам своим трудом, своим талантом и своим желанием выйти в люди и рассказать, о чем ему шепнул Господь при рождении. Он никогда не давил своим авторитетом и своей волей режиссерской ни на что. Я была абсолютно свободна в своих действиях. Вообще, когда что-то придумывает режиссер, то, что мне не нравится, у меня никогда не получается потом. Я должна обязательно сама себя выражать. Через режиссера, но все-таки свое. Никогда не шла на поводу режиссера, никогда. Позарастали сёшки-дорожки, где проходили миловоножки, позарастали мохом травою, где мы гуляли, милый, с тобою. Это песенку мне папа пел всегда. Субтитры подогнал «Симон» 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 И чтобы этому никогда не было конца.